Интересная такая статья, как прощать, написала Солнечная Алиска. На первый взгляд очень сложный вопрос, как и ответ на него. У меня в жизни тоже было много обид. Именно обиды разъедают, угнетают, наводят в дисгармонию в мироощущениях. Тяжело жить с обидами. Да и надо ли? Если понимаешь, что они приносят явный вред, сейчас я стараюсь обиду не допускать в свое сердце. Если меня кто-то обидел, то я сразу задаю себе вопрос, что я сделала не так? Ведь обидеть человека может тот, кому причинили боль или неприятность. То есть, тоже обижены. Это как ответ на реакцию. Другое дело, если человек может на боль суметь не ответить болью, а наоборот быть мудрее, и понять, что обида, причиненная ему, это явный сигнал, посмотреть на себя, оценить свои действия, поступки, поведение. Если раньше я глубоко в себе переживала, чувствовала себя угнетенной, жалела себя, меня же обидели, то теперь понимаю, если меня обидели, значит я это заслужила. Я начинаю ситуацию рассматривать со стороны наблюдателя, объективно, убирая эмоции в первую очередь. И когда разбираешь ту или иную ситуацию по частичкам, то пусть нехотя, но находишь свои ошибки. Главное признать себя, что ты был неправ. Для тебя они могут казаться мелочью или пустяком, но это для тебя. А ведь все люди по-разному воспринимают. Для одного это пустяк, для другого что-то весомое. Вот так, казалось бы, мимоходом задел человека, а у него остается осадок, который потом возникает неосознанно, а у кого-то и осознанно, потребность удалить путем нанесения обиды, ударом ответить на удар. Я не говорю о том, что все так и поступают. У меня такое случалось. На мой взгляд, важно понять, что в отношении с людьми нужно быть очень чутким, более тонким и, конечно же, доброжелательным. Не имеет значения близкий ли этот человек или незнакомец. То есть равноценно относиться к окружающим. И если начать себя со своего отношения к людям, со своего желания не ранить, не укусить, не задеть, не ударить, мне кажется, в этом случае и тебя будут реже обижать. И тогда не будет потребности не запускать в себя обиду, тем самым само понятие просто растает, не имея под собой почву. Это мое мнение. То есть это написала солнечная лиска. Теперь я хочу сказать, хотелось бы сказать кратко, и я это сделаю кратко, не будем распинаться. Обида – это связь человека с другим человеком на эмоциональном уровне. То есть начинается на образование вот этой связи тратится энергия. Причем энергия очень такая мощная, очень нужная для организма. И чем больше человек обижается на тех или иных людей, тем чаще и больше он тратит свою собственную энергию на образование этих связей. И они, Бог говорит, его высасывают, потому что обиду, как правило, когда человек обижается, он ее поддержит, он ее поддержит, он крутит эту ситуацию, почему меня назвали, почему не назвали, почему обделили, почему там ударили, еще что-то такое. То есть постоянно, постоянно вот эта вот прокрутка в голове идет. То есть осознать, в первую очередь, что вы тратите на обиду свою собственную энергию. Раз. Второе. Что все-таки ситуация, в которой была получена обида, она вообще чего-то требовала, какого-то другого отношения, какую-то ставила задачу по вашему осознанию и изменению внутри себя, а вы ее не выполнили, то есть вы не сделали анализ ее, откуда что-то прошло, а вы просто ее, как бы сказать, обиделись, закапсулировали и давите. То есть когда человек анализирует от чего, что, как, он не проявляя вот этой эмоции, он ее разбирает, и она перестает его волновать, волновать. То есть он не волнуется, не эмоционирует. А раз не эмоционирует, он не тратит свою энергию, это уже большой плюс. Вдобавок, когда вот эти все обиды у нас образовались, у нас, будем говорить, вроде бы мы, мы не, как бы сказать, не простили обиды, не разорвали эти обиды. Просто за счет времени они у нас остались, но перестали так действовать, явно, как свежая обида полученная, да, когда человек обижается, а остался там год назад, 10 лет назад, 20 лет назад там было там, в детстве и так далее, это обида. То есть ниточка к тому человечку осталась. И вот этих ниточек от нас отходит огромное-огромное количество, по которым наша же жизненная энергия и утекает вот на поддержание этой ниточки. Так вот, очень важно, очень важно. Вот смотрите, в первую очередь попросить прощения у того человека, то есть проявить смирение, проявить понимание, понимание вот этого процесса, смирение, что это урок идет, его надо пройти, понимаете, вот эти две вещи, смирение и понимание. И дальше, дальше попросить прощения, начиная с самого детства, у тех людей, у которых были у вас какие-то завязки и остались неприятные такие воспоминания, это можно сказать такие отголоски, обиды. И вот вы просите прощения, прости меня, Сережа, я был неправ, и тебя прощаюсь. И вот мысленно представьте, или так скажите, связь эта рассеивается, а энергия, которая была затрачена на эту связь, в пропорциях моих и Сережиных возвращается. То есть, если вы больше эмоционировали, вам, значит, вернется больше вашей энергии. Сергей меньше, значит, ему меньше. То есть, вот так вот. Это, казалось бы, пустячок, ерунда и так далее. Но, вот именно но, если учесть, что мы живем не одну жизнь, а несколько, и в каждой жизни мы наработали различного рода эти связи, обиды, то вот этот вот шлиф такой огромный, понимаете, он тянется там в разные времена и пространства и так далее. И обесточивает нас очень-очень сильно. И в этом еще заключается, как бы сказать, сила энергетики каждого человека. Насколько он вот с этими вещами управился в той или иной жизни и меньше вытянул вот этого отрицательного на себя в эту жизнь. Со своего опыта скажу. Вот я начал там, прочитал, значит, книжку «Энеология» Виктора Рогожкина про обиды, да, там, я взял, вернее, оттуда. Читаю, значит, Алиса Белли «Эзотерическое целительство», потихонечку все это сказывается. Даже из Библии есть слова Иисуса Христа «Быстрее миритесь со своим обидчиком» или наоборот, которого вы обидели, пока тот не возопил к Богу и так далее, там, вы не получили по полной программе. Вот, я вот это начал делать, то есть вечером ложусь и начинаю, вот знаете, память сама подсказывает. Кого вы там обидели? Тоже Лиду, которую назвали бомжисткой, не потому что я ее обозвал, а просто слово такое прилепилось. Хорошо, прилепилось, не важно, значит, если это там кого-то затронуло, кого-то обидело или меня с ней связало, а в любом случае, если я подумал, я уже с ней связан. Просим прощения. Прости, Лида, и я тебя прощаю. Вот, и вот внутри, как бы сказать, должно происходить успокоение какое-то, понимаете, вот этот процесс, он интересный. Но, более интересные вещи, которые происходят после. Вот, как я лег и, грубо говоря, с детства там проработал с родителями, там, с друзьями, с партнерами, там, и прочее-прочее, там, с другими людьми, кто я там знал. И, как бы сказать, вот эти связи, которые меня доили, они только рост, 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 поубирались. И я почувствовал прилив энергии. То есть, вот эти сети обиды, которые меня держали и тянули, не давая взлететь, их стало гораздо меньше. А раз стало их гораздо меньше То жить Стало веселее Интереснее И ты как-то знаете действительно воспарил Это очень интересная вещь Такие происходят То есть работа С энергиями, более мощными энергиями Которые составляют Так сказать тело А с теми которые стоят за телесным уровнем Они делают такие интересные Вещи И плюс не просто Это влияет на здоровье Это влияет на ваше окружение То есть начинают К вам Подкрадаться Благоприятные ситуации И спрашивают А не поедете ли вы туда там А не поедете ли вы сюда там То есть вас начинают приглашать А так вы и нахрен никому не нужны Получается Понимаете Вот интересная какая вещь Феномен Это все В обиде Значит у меня есть Статья Ненавидеть легче Чем любить Найдите ее В газетке Почитайте Субтитры создавал DimaTorzok